здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала а вы любите зразы с начиночкой внутри это так вкусно очень-очень а давайте друзья сейчас вместе с вами их и приготовим и так приступим и так а для наших зраз нам понадобится конечно же сам фарш сейчас мы добавим в него лучок и чесночок перчик соль все как обычно также нам понадобится зеленый лучок яйца они у нас пойдут как начинка внутрь для зразов и панировочные сухарики и так друзья приступим сейчас с вами подготовим фарш лучок чесночок как обычно в любые котлеты у нас идет а зразы это у нас можно сказать те же самые котлеты просто они у нас идут с начинкой начинку на сразу тоже можно делать любую это уже на ваше усмотрение можно и грибы с жареным лучом можно и яйца с зеленым луком ну в общем то это на ваш вкус что вам больше нравится фарш у нас домашний мы сами его делаем потом вакуумируем и это намного лучше чем магазинный это естественно неизвестно что нам положат в магазинный фарш сюда же мы выкладываем наш мучок с чесночком чтобы котлетки были у нас ароматные вкусные сейчас посолим поперчим посолим поперчим обязательно ну и возможно у вас есть какие-то свои спицы которую вы любите сюда добавлять фарш но я люблю чтобы именно соль перец чеснок лук ну ничего такого больше не добавляет мне так больше нравится котлеты были котлетами они чем-то там какими-то приправами пахли непонятными перчик конечно люблю свежемолотый не вот такой аромат вот просто когда купишь его то уже сто лет помолотые этот перец и которые уже не запаха ничего в нем нет вот такого вообще я не покупаю перец не знаю я не понимаю никакого аромата в нем нет поэтому я добавляю именно свежего помола ну и хорошенечко начинаем перемешивать наш фарш отобьем его ну как на обычные котлеты в общем дело потому что это у нас будет почти тоже самое только это с начиночкой а помните друзья старые времена когда не знаю 80-е годы наши родители котлеты они делали только и конечно не только котлеты и пельмени там не знаю но в какой-то только вот в такие праздничные дни может быть поэтому и чувствовался праздник потому что как-то к нему готовились и в самом деле они так вот просто котлеты у нас и из раза у нас и без вармака и чего только мы не делаем в обычные простые дни и поэтому праздники у нас совершенно не чувствуется в наши времена родители делали такие блюда только в хорошие праздники на 7 ноября на новый год ну и тому подобные праздники и ждали мы их интересно было как-то а сейчас праздники не чувствуется абсолютно вот так хорошенечко отобьем фарш чтобы он стал однородной такой массой он уже и сам в комок вслепляется и становится однородным фарш наш с вами уже готов и поэтому мы приступаем приготовлению нашей начинки почистим яйца и порежем лучок миленько-миленько измельчаем наши яички затем также меленько порежем лучок и будет у нас такая классная начинка для наших раз я очень люблю сразу потому что котлеты ну как-то хочется честно сказать разнообразие вроде бы как это уже и не котлеты и что-то другое поэтому могут мне нравится я люблю именно с яйцом и с луком нет ну конечно с грибами тоже неплохо в принципе мне нравится почему-то с зеленым лучком и с яйцем а может быть друзья вы кладете какую-то свою начинку расскажите поделитесь мне будет это тоже очень интересно я бы попробовала и с другой какой-нибудь начинкой возможно будет еще вкуснее кто его знает может быть с картошкой даже делают я в принципе не слышала такого но может быть вы делаете такое расскажите пожалуйста яйца мы уже порезали теперь режем миленько-миленько лучок слегка присаливаем наши яйца с луком начинку и хорошенечко все перемешиваем начинка у нас тоже готова теперь приступим к нашим разам берем пергамент достаем наш листик и приступим к приготовлению наших зраз конечно же немножечко слегка мы сейчас растительным маслом смажем обязательно наш пергамент и приступим к лепке сначала мы налепим колобочков и и затем уже в них будем накладывать наш фарш не знаю мне кажется это очень очень простое доступное блюдо которое может приготовить даже ребенок я так думаю это не сложно это очень просто сейчас вообще даже если человек ничего не умеет залез в интернет посмотрел и все ты умеешь раньше когда-то давным-давно казалось ой торт там допустим или какое-то блюдо особое это все такое какое-то недоступное неизвестное как это готовить что это делать а сейчас у нас все есть в интернете даже если человек совершенно ничего не умеет делать он в любом возрасте может зайти в интернет и посмотреть как и что делается подготавливаем сухарики насыпаем и начнем делать наши сразу делаем такие лепешечки и кладем в них начинку и защипляем края вот так обычным способом вот так смотрите какие получаются у нас сразу с вами похоже на обычную котлетку только внутри у нас будет начиночка помогаем формовать ножичком будут красивые у нас сразу вот такие вот формы вот дела потихонечку у нас с вами идут вот так наделали лепешечек положили фарш и вперед очень будет вкусно уже сейчас даже уже идет такой аромат лучок зеленый с яйцом фаршик такой ароматный очень будет вкусно очень а большим ножом это делать очень очень удобно вот так взял и подбил потому что сразу все равно они же отличаются немножечко по форме чем котлеты и вот ножом вот так вот раз тебе и уже очень очень удобно очень удобно очень удобно я как-то всегда делаю это ножом ну вот друзья все наши сразу готовы и мы их идем ставить в духовочку в общем то пусть стоят жарится а мы посмотрим с вами результат позже ну вот друзья а наши с вами сразы уже готовы попробуйте друзья приготовить такие сразы и я думаю они вам очень очень понравятся они очень вкусные сочные внутри с начинкой к ней картошечку или рис и это будет очень очень вкусно приятного вам аппетита друзья оставайтесь с нами подписывайтесь ставьте лайки комментируйте всего вам доброго пока